всем привет с вами гримман в этом видео мы продолжим создавать инвентарь и наконец зададим логику перетаскивания слотов давайте приступать для начала мы зайдем в слот виджет blueprint здесь нам нужно изменить вот эту функцию у нас уже есть то что у нас мы нажимаем и выделяется слот но нам нужно продолжение если мы нажимаем и держим у нас в этот момент должно происходить выделение для dragon drop а то есть мы можем взять и тянуть для этого мы создаем еще один бранч подключаем его сюда и нам нужно вызвать инвентарь здесь мы проверяем get слот дата и empty слот мы подключаем сюда если слот пустой то есть true то мы делаем вот это то есть натру мы выполняем вот эту функцию далее так индекс там они поставили давать слот индекс мы возьмем и добавим сюда вот так если слот не пустой то мы делаем так detect драк и впрест драк кей выбираем левую кнопку мыши и мы берем еще один литур нот подключаем сюда не это подключаем сюда все то есть если мы так что там еще не добавили а pointer event вот так все то есть если мы нажали и левой кнопкой мыши и не отпускаем то у нас соответственно появляется вот эта нода тебе нужен скажешь все нормально вот все нормально и у нас получается соответственно запускается драк то есть мы взяли и уже можем тянуть и так далее давайте добавим еще одну функцию у нас уже есть видите со слот актив мы должны создать давайте возьмем просто продублируем эту функцию у нас будет абсолютно идентичная функция которая будет называться сет слот hovered или point от как вам больше нравится эта функция будет выполнять функцию где вот эти хаврин борда мы это убираем вместо этого мы берем нашу вот эту штуку point arrow то есть я беру point arrow вот он пойти на ру и его я делал его так же то есть все то же самое только для этого указателя теперь нам нужно перейти в нет не сюда в event graph и в event graph нам нужно сделать следующее нам нужно вызвать функцию event live не свитно а подождите на хотя вот да тут может принципе и вент он драк лиф и и вентон драк он драк enter вот так так здесь нам нужно сделать каст так да можно сделать каст но у нас нет давайте добавим утилиту она называется давайте в буплин класс создам и напишу и нет не так от dragon drop операщий называется вот он dragon drop операщий select и я пишу название слот давайте здесь мы сделаем слот dragon drop дам драк драк вот так и заходим сюда по сути у нас есть вот пейлот и сюда мы будем загружать наш виджет больше мне здесь ничего не надо пусть он просто существует все здесь я вызываю каст тут dragon drop и еще раз и кастую и подключаю опять же сюда и в случае успеха то есть вот да вот это да я буду делать сет слот хаврин и здесь так только давайте с ней актив да у нас этот называется импута из хаврин вот так из хаврин компайл сэйф я возвращаюсь в ивент граф вот так из хаврин и здесь тоже из хаврин все так где нас интер интер то есть мы вошли в то есть мы взяли слоты притянули на этот слот стрелочка вот запускаться да здесь весьма ушли убирается то есть вот так все первая часть в принципе готова теперь нам нужно добавить в пайлот то есть нам уже записать драг-н-дроп операцию то есть что этот слот именно отправляется на драг-н-дроп перейдем в получается а идем в функцию которая называется он драг-детект так вот он драг-детект отлично так где у нас инвентарь get или не get нужен сет инвентарь статус да вот сет статус потому что на драг-детект от у нас он должен быть должен быть актив так нет как раз get что-то не поделы как раз все правильно было изначально нужен branch и мы тут как раз должен сравнить его с тем чтобы он активен то есть нам уже проверить его на активность вот поэтому нам уже идет get они сет то есть если у нас инвентарь статус не активен но что другое делает то мы не должны уме иметь возможность взаимодействовать с драг-н-дропом вот если драг-н-дроп работает то есть инвентарь открыт то мы должны создать драг-н-дроп оперейшен креет драг-н-дроп оперейшен вот он есть мы выбираем наш драг-н-дроп далее в пилот как раз мы подаем наш инвентарь не инвентарь а ну в принципе self да получается слот мы же находимся в слоте слот мы подключаем сюда и сюда по и вот давайте маус да он сделан так это сюда и последнейшим нужно здесь сделать это подключить ритон волю в оперейшен а это вот сюда все вот так теперь по идее мы должны суметь перетянуть предмет давайте попробуем так нет не так вот я появился я возьму какой-то предмет я пробую взять этот слот я не могу его взять это правильно и должен этот слот и суметь взять ведь и да я взял слот он двигается я навожусь вот но если на свой слот навожусь да тот он показал стрелочкой на слоте но это нормально то есть я навожусь на какой-то ячейку да на нее показывают но пока что перемещение происходит также не прежде не исчезает стрелочка так следом нам нужно создать получается логику логику в которой предметы будут меняться местами это уже надо будет создавать в самом блупринте этого инвентаря вот здесь создаем функцию swap item in slot пусть так будет окей здесь нужно будет два индекса что-то еще за вот так первый этот дракт индекс и swap индекс оба интегра то есть упадем так нет ни шесть четыре просто интегра и здесь тоже не дали рассмотрите то есть первый это слот который мы принесли 2 до 100 на который мы меняем и так что нам нужно сделать для начала нужно здесь создать локальную переменную swap слот кешь типа интеджер в котором мы будем записывать наш текущий swap слот то есть старый слот нужно записать сюда вот так и нам нужно будет еще одну переменную которая будет называться swap и там в которой я запишу на этот тип получается и там вот так в которой я запишу слот то есть я возьму сейчас лотарей и из сотара я делаю соответственно get на копе вот то есть я подключаю вот ну давайте уже не так давайте вот так подключим зачем это нужно это нужно чтобы я записал swap и там сет и ты сюда записываю так минуточку давайте так сделаем swap и там это я удалю и здесь сделано так то есть я запишу этот слот мне нужно его записать чтобы я потом когда я менял местами слоты мне нужно соответственно использовать один старый слот то есть новый записывается на месте старого а старый записывается на месте нового и семени их местами и если я старую нигде не запишу то как я потом например после того как нового положила старые не смогу достать старый потому что его уже больше нет и чтобы он был вот я создаю этот кэш swap и там а вот теперь я беру и делаю то же самое и делаю вот так то есть я достаю новый и там вот так и новый и там и соответственно записываю в этот слот рэй то есть давайте еще раз вызову и сделаю сет раэлем вот так индекс индекс я беру swap индексы старый индекс и там соответственно из вот этого drags вот видите drags вот вот из него я подаю и там затем я беру еще раз с этой рэй подключая сюда опять же это сюда теперь наоборот но и там я беру вот этот который мы записали заранее а индекс я беру drags индекс вот так давайте создадим локальные перемены для вот этих двух переменных тут кстати у нас есть 1 swap слот с кэш нам нужен еще drags вот кэш вот так так это тип интеджер давайте это тоже запишем что вы видите мне тут слишком много ниточек вот этих и ничего не понятно где что поэтому просто вот так делаем вот так замечательно теперь мы уже можем соответственно взять наши уже индекс и давайте вот так сделаем и в одном случае мы берем соответственно что у нас это записывается старый слот старый слот это у swap слот кэш мы его подключаем сюда абдракт слот кэш мы подключаем сюда так здесь первым записывается на swap слот а вторым записывается на драк слот все и последней нужно сделать это ли флэш слот info то есть мы должны взять его аж два раза первый раз мы делаем для ну вы поняли да один вот сюда один для вот этого слот то есть слотах должна обновиться информация потому что мы поменялись соты местами то есть это отменил мы обновляем не физическую информацию там на самом деле а визуально чтобы нам было видно что мы поменяли все потому что виджете ничего не поменялось если мы эту функцию не делаем она у нас удобно для все после вот этого всего я делаю ритура not вот так так давайте а мне нигде не вызывается до эта функция так давайте добавим эту функцию в наш но нашу логику и так что нам нужно делать нам нужно опять же перейти в оворайд и добавить последнюю часть у нас уже есть драк но у нас нет дропа поэтому создаем дробь то есть драгнуть можем можем взять эти перетянуть пишем и создать приземлением для этого мы здесь вызываем где-то и вот потому что мы помните по его от создали ну в первой функции вот драга так тот вот он пай вот мы записали сюда себе и вон дроп мы вызываем этот пайлот делаем каст и кастуем мы на наш слот так у нас вот слот в б вот так то есть мы кастуем на себя зачем это нужно если мы дропаем не слот то есть мы взяли что-то другое перетянули куда-то у нас потом ну когда будет крафт и все такое у нас будет ситуация дома будет тягивать что другое чтобы если мы взяли другую вещь и перетянули на слот у нас не произошла эта функция она должна произойти только если мы взяли слот поэтому если фейл давайте возьмем return нот и сделаем вот так так давайте вверх выкинем чтобы не мешало если каст фил то есть это не то все эта функция не выполняется следом я иду делать что если функция выполняется но для начала нужно записать эту переменную потому что мы сейчас и будем использовать давайте сделала кавари был и назову его драгат слот в б вот так и я должен проверить кое-что я делаю branch подключай сюда подключай сюда и здесь я вызываю слот индекс get слот индекс следом я беру отсюда слот индекс два разных слот индекса это слот которому перетаскиваем а это слот на тот этого слота который мы принесли уже нанесли на него вернее навели на него то есть я взял вот допустим взял да вот здесь и переношу сюда это один первый слот это второй слот то есть мы будем еще сравнивать друг с другом то есть мы делаем равно давайте лучше идем не равно чтобы через трубы когда делал восклицательный знак равно это не равно подключай сюда все теперь себе подключать сюда я проверяю на то чтобы этот слот не был самим собой то есть если тот же слот то ничего dragon драпать не надо пусть все остается так как было и на давайте натру начала сначала сделаем что должно произойти во первых мы должны вызвать get нет не get вот эти возьмем bp get inventory bp и здесь нам нужно вызвать swap item in слот то есть нашу созданную функцию подключаем ее сюда следом мы вызываем нашим зачем вот так делом set слот hovered отключаем берем set слот и актив отключаем так давайте еще раз посмотрим да куда делась вот и следом нам нужно добавить из инвентаря виджета функцию которую мы делали set selected слот и он select all то есть если мы завершили dragon drop я хочу чтобы у нас все выделения пропадали вот так теперь так ну соток соток кстати можно удалить у нас помог актива и не будет окей если мы делимся цвет 100 он уже актив не будет вот так теперь нам нужно добавить следующую логику дракт индекс мы берем нашу локальную перемену дракт слот виджет вызываем из него слот индекс get создан x это дракт индекс то есть то что мы перетаскиваем а swap индекс это наш слот индекс есть тот слот которым мы обновились вот так случай с фоллс мы делаем вот с отсут а нет ничего не надо делать можем взять и турнов просто то есть я подключаю это сюда это я подключаю сюда вот так вроде как должно работать давайте проверим окончательно наш вес я опять забыл сейчас я буду падать на так знаете что мы сделаем давно уже пора это сделать возьму player старт и выкинем отсюда все и здесь я поставлю на default player старт теперь должен появляться именно на player старте да вот так чтобы постоянно не переходить сюда то есть стрелочка появилась значит я навелся в этот слот но увидите да что я навожусь так давайте возьмем какой-то еще предмет например камешу могли проверить если наведусь на другой слот да мы видим нашли меняясь местами то есть все работает так нужно вестись так опять навелся ну эта стрелочка все-таки не очень прагматично да не очень красиво выглядит так но в целом мы создали то что хотели то есть у нас есть перетаскивание слотов я еще раз показываю функцию если что поставите на паузу и проверите потом нам нужно в слот vb это дробь это драг ну тут простая функция и могу уменьшить их даже вот так то есть вот так и сет слот хаворот по сути копируется отсуток тив только тут понятина рода то есть так что который показывает направлении слота и последний он маус button down мы добавили дополнительные функции вот эту часть где branch вот эта проверка и вот это вот по сути и все на этом это видео подходит концу ставьте лайк если вам понравилось было полезно и интересно узнать для себя что-то новое пишите в комментариях что вам осталось непонятным также подписывайтесь на канал с вами был гримван и до скорого а